Тебя ждет прекрасное приключение. Оно называется Коста Брава. Стой! Самый лучший будильник на свете будет тебя. Вставай, страна, народная, вставай! Нет, нет, подожди, сколько времени? Замечательные 8 утра. Мы проснулись с таким прекрасным видом. Это просто потрясающе. Балкончик. Я немножко случайно встала сама в 7 утра, поэтому я уже полностью готова. Это реально? Да. Я выпрямился, я накрасился, но еще чемодан не собрал. Слушайте. Я случайно встала. И потом, в общем, решила больше не спать. Как красиво солнце пробирается сквозь окно, и ты спи. Давай! Тебя ждет прекрасное приключение. Оно называется Коста Брава. Спой мне арабскую ночь. Арабская ночь. Я знаю только арабская ночь, два слова. Могу спеть. Я спросила у сокола, у Ясеня. Хорошо, я спросила у Ясеня. Когда Юля Пушман встанет, он мне сказал через 5 секунд. Раз, два, три, четыре, пять. Вот вам действенный способ, как будить ваших кого угодно. Я никуда не еду. Ты меня поднула с термо-волючим. Какие мне 80, 59. Слушай, я голодная, пойдем скорее. О, будильник. Что, у нас собирательный вайб, Юля уже совсем другой человек. Всего-то тонна макияжа. Мы слушаем музыку и собираемся с таким видом. Мечтаем уже о кофе, фантазируем о том, что скоро мы пойдем в кафешку пить кофе. У меня будет большое капучино, омлет и бекон. Короче, челка вот эта накладная делает из меня либо просто вот так вот, либо как-нибудь типа милашку такую. Не знаю, как с этим жить. Влог из Испании, конкретно Коста Браво. Мы с Кариной из Тестур прилетели сюда в тур. Боже, я обожаю стихи. Это потому, что у меня парень пишет песни, и я у него нахваталась. Долетели мы хорошо, летели мы четыре с половиной часа. Вот. А сейчас у нас будет завтрак. Потом мы едем. Угадайте куда. Вы никогда не угадаете, с чего бы вам угадать. Мы поедем играть в гольф. Я очень волнуюсь. Я надеялась, что я взяла с собой юбку свою классную, в которой я, кстати, снимала предыдущее видео, о том, что я беру с собой в Испанию. И вот как раз ту юбку я не взяла, а она изумительно подошла бы под гольф. И я знала, что мы будем играть в гольф, и хотела взять ту юбку, но просто забыла. Вот представляете, какая глупость. А у меня омлет с беконом, булочка и капучино с апельсиновым соком. Курага, серьезно? Я взяла ее себе. Я люблю. Ну, не то чтобы прям обожаю, но на отдыхе с кайфом. Вот так выглядит мой завтрак. Ничка, бекончик, курага, сок, капучино. Это Карина. Карина с этой поездки не снимает влог, поэтому ее будет очень много в этом видео. Мы специально так сделали, все для вас. И посмотрите, с каким крутым видом мы сидим. Вообще хороший отель. Жалко, конечно, что мы так быстро из него выезжаем. Вот, а для тех, кто не в курсе, мы будем менять отель каждый день. Свой лук я вам покажу попозже, потому что вы его уже еще к тому же и видели. Но все равно. А еще я сегодня надела колечки, которые мне прислали. Бижутерия для фоток, думаю, чтобы было прикольно. Ну все, мы выезжаем из отеля и поедем вот на таком автобусе. Крутом. Мы с Кариной уже забились в самом конце. Сейчас мы едем играть, учиться, играть в боте. Но я на самом деле просто хочу мяч побинать. Я согласна, я бы тоже хотела. Нет, вот ты... Да. Я хочу бумеранг сделать. Такой у нас вот большой автобус на достаточно маленькое количество народу, но это достаточно комфортно для нас. А еще я в сторис говорила, что мы, как самые крутые в школе, едем на последнем ряду в автобусе. А еще надеюсь, что мы будем кататься на этих машинках для гольфа и в них тоже пофоткаемся. Надеюсь, у меня будет розовая фишка и розовые шарики. Давай, учись. Давай, давай. Два, два, три. Вау, у меня он улетел! Изборца. Я выбрала удачное платье для игры в гольф. Учись, брат. Я тоже... Привет! Сегодня я научу тебя играть в гольф. Берешь клюшку. Берем клюшку с буковкой П, потому что... Пушман. У меня вот этот желтый мячик. Не то, чтобы я не профессионал. Итак, рука левая должна быть сверху. Кладем ее вот так, и палец большой у нас смотрит вниз. Если у вас ногти, то идеально все равно они получатся. Вторая рука, правая, плотно прижимается к левой. У нас обязательно клюшка должна коснуться земли. То есть не должно... Если она коснется земли, значит мяч улетит. Итак, замахиваемся. Смотрим на мяч. Вау! It was so good! Ну вот, если вы хотите записаться ко мне на курс, не получится, потому что я не умею играть в гольф. У меня даже нет своего гольф-поля. Вау! Ты это видела? Вау! Сейчас у нас будет небольшой перерыв, потому что скоро нас ждет турнир. Мы будем делиться на две команды и сражаться. В общем, мы научились, типа, но мне понравилось. Нам раздали вот такие карточки с нашими именами, куда мы будем записывать свои мысли, идеи для видосов. Нет, немножко не то. Я буду сюда писать. Привет, дорогой лист бумаги! Сегодня я играла в гольф. Не могу сказать, что я... Ладно, нет. Это на самом деле для того, чтобы мы отмечали наши результаты. Да, а что здесь есть карта? Я карта! Мы с Кариной будем в одной команде, чтобы другу роли снимать, подбадривать. Но больше снимать. Нам сказали взять мячи, потому что у нас будет три лунки, и в каждую лунку нужно загнать мяч. Понятное дело. Там был один розовый, и я его взяла. Точнее, я его взяла Карина, но пока она его брала, я сказала розовый мне. Вот. А как было? Я пускала розовый, и я тебе сразу досталась. Правда? Ты хотела мне его дать? Конечно. Потому что я до этого говорила, что хочу розовые мячи. Спасибо. Friends. Friendship girls. Там стоит наш учитель. 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 Каждый раз, когда он ко мне подходил, я начинала переживать и промахивалась. И он начинал меня заново учить. Я рада, что я не ем ночное. Я пью только кофе. Отметь, пожалуйста. Отмечу. Я прямо в описании напишу. Ну, заметьте, на минуте такой-то, такой-то, Карина. Ой, уронила очки. Ну ты, брата. А можешь хуже сошутить, чтобы я не ранила? Я буду очень стараться. Сейчас он попробует первый закинуть. Смотри. Я не удивлюсь, если попадет сейчас. Волшебник. Давай, кто первый? Кто первый? Джулия. Джулия. Ну, давай. Джулия. Ага. Окей. Перфектно. Давай, мой брат. Видите там лунку? Вот я тоже не вижу. Просто она далеко, капец. Они что думают, мы профессионалы? Давай. Что? Что? Слушай, я тебе говорю, профессионал. Миллион лет уже в эту игру играю. Молодец! Давай, ты подожди. Немножко дальше нужного, приблизительно в два раза. Давай, ты хоть не подведи. Да, далеко хорошо мне, конечно, бросать. Гений. Вот Каринин желтый. Карин, давай, твой лучший. Попробуй с одного, пожалуйста. Ты сделаешь это ради нашей команды? Да, я слабо. Очень медленно. Это хорошо. Давай. Кофе на камеру, главное забить. Немножко не... Ну, все, мы уиграли. А сейчас мы едем в Жирону. Это мой город. Почему? Потому что... Жиру. Все, мы приехали в Жирону. Вот наш новый отель. Мы зашли, свои номера, оставили багаж, и сейчас мы идем обедать. Нравится, очень интересно, куда мы сейчас идем кушать. Погода хорошая, сейчас очень тепло, даже припекает маленько. Будем что-то готовить, я пока не знаю что, но переживаю, что вот именно то, что там уже готовое лежит. Пицца. Сейчас мы будем учиться готовить десерт. Нам дали... Каталонский. 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 Это кава с апельсиновым соком. Кава. Короче, я не знаю, оставишься, что это нет, но это очень интересно. Оказывается, шампанским может называться только то, что было сделано в округе Шампань. Но шампанское это только оттуда. А это вот кава. Каталонский напиток. То же самое, что и шампанское, только кава. Птицы ужасные. Это с черным трюфелем. Я тебе хотела сказать не есть. Я просто ненавижу трюфель. Боже мой. Так, Юле дали задание. Теперь она будет крем разливать. А я чистила лимончик. Любимчику достанется больше. Я твой любимчик. Я мой любимчик. Юля потом расскажет. Я, которая с кусочком чего-то не моя. Я никогда не чистила как лимон. Я не знаю, зачем я это сделала. Но я впервые вижу его таким. И я не думала, что он как мандарин, как апельсин, дольками. Что всегда его режу. Да. Это очень интересно. С ума сойти. За сколько сможешь съесть целый лимон? Не буду. Миллион даю, да? Да. Не даю. Короче, наша декорация продолжается. И я чувствую себя немного пьяной, потому что я голод. Безумно. И сейчас нам принесли новые какие-то закуски. И опять на новое вино. Третья закуска готовится очень необычного. Куриные какие-то подрожки. И рыбьи тоже варятся вместе. Нет. Я запуталась. Мясо варится в рыбном соусе. Не соусе рыбном. Бульоне. Ну, бульоне. Густом? Густом рыбном бульоне, что ли? Такой вкус капитала с курицей. Все, курица капитала. Я, в общем-то, не знаю. Курица или мясо? Курица или мясо. Давай, пробуй. Покажи. Короче, очень страшно, потому что не сочетается как будто бы, да, такое? Потому что как курица или рыба, я не знаю. Ну, ладно, сейчас попробую и скажу, но наверняка это будет пипец для меня. Одно из лучших красных лимонов. Окей. Ревый варен. Три различных. Ты мало поела, давай еще. Я не знаю, что курица или мясо. Самсо. Самсо — это OUR грейп. Правда? Самсо? Да. Это смол, как жмотный. Необычно, да? Крем, который я наливала, он поставил в холодильнике, и сейчас сахар туда всыпят. А потом все это будет поджигаться С днем рождения тебя С днем рождения Просто восхитительно пахнет Я в шоке Я буду постоянно тоже теперь сахар дома подбегать Ну что ж, мы зашли в номер, чтобы переодеться, отдохнуть Вот такие наши лучки Пойдем скорее фоткаться Можно, кстати, взять кофе какой-нибудь Попробуйте вообще мороженое офигенное Натуральное Это просто Не сходи с ума Мы вышли вообще только из отеля А, да? Мы отдыхали, солнце сильное было Люди отдыхают Хорошо, мы сейчас будем отдыхать С нами вместе в поездку от Тест Тур поехали блогеры Своим ходом У них канал про путешествия Классные ребята Они пары И это так здорово, что они вдвоем путешествуют И снимают это на видео Вот Ну мы как бы и тоже пара Но мы пара друзей Пара нормальных друзей В общем, чем еще так запоминается всем Жерона Тем, что здесь домики такие живописные Видите, какие красивые тут дома? Я в шоке Такой ветер поднялся просто Я думала, у меня уши оторвет вместе с Сережками А еще сейчас колокольчик там звонит Мы испугались Мы испугались, потому что после сильного ветра Который буквально сносит тебя вообще с моста Такой звон, как будто бы, блин, я не знаю Инопланетяне приближаются Ну вот, мы уже ушли с того моста С которого открывался невероятный вид на эти домики А сейчас мы гуляем по улочкам Жерона Я тебе так скажу Нет, ничего не скажу Я вообще тут записываю высокоинтеллектуальное видео У тебя разве когда-нибудь на твоем канале Высокоинтеллектуальное видео Что? О нашей влоге с дачи Сумасшедшая Короче, ребята, если вы не будете смотреть мои влоги Я вам шею сверну Знаете что? Я езжу в такие красивые места И вместо того, чтобы просто гулять, курить бамбук, понимаешь, делать селфи Или просто сидеть на лавке и затылок чесать Я тут хожу вам, рассказываю, раскинаюсь Да, я только недавно, пять минут назад Юля сказала, какой так, я влог не снимаю Не то, чтобы я не люблю Я люблю просто, когда ты должен, ну как должен, когда ты хочешь снимать Должен, ну давай так скажем, реально Стори с фотографией, пятое, десятое, ты думаешь, господи Ну я реально замоталась, потому что тебе надо сначала снять для сторис На телефон, на фотик пофоткаться Снять для влога И все это надо делать на каждой локации Постоянно у тебя что-то должно быть в руках Я, может, хочу нести кофе в руках, блин Ой, блин, забыла Не нужно музыкальное сопровождение Ну я вообще твоего музыкального сопровождения Сейчас я текст открою Еще раз Молодец, так и хочется себе по башке стукнуть Посмотрите, здесь у нас отель высший класс Приезжай, кайфуй, отдыхай, будешь жить в замке Кровати, там последний писк моды Вторейшая модель, просто на ней еще сам царь Понимаешь, сам царь спал Ну и не только У него были дети, конечно Детей вы все знаете, представлять не надо Ромео, либо Джульетта, хрен его Знать, вообще-то они не из этого Страна Да, и страна, да? И вот дед тут жил Возможно Учитель Сенсей, так называемый Приезжайте к нам В Аджарию Могу сказать, да, в Грузию приезжай сюда Ну красиво, конечно, но... Вообще, мне очень нравится вот это высокое дерево Как думаешь, что-то внутри его держит? Или оно просто так? Ну, ствол Вот этот И спистолетный В общем, мы продолжаем гулять Несмотря на то, что... Я, честно говоря, уже голодная Ты нет? Нет Я голодная Я больше тебя съела На обед Не, наверное, а 100%, как и всегда Хот-дог я сейчас буду кушать с кетчупом И пить кока-колу И я очень этому рада Еще я рада, что я сижу, потому что что-то я реально подустала И сегодня я не особо выспалась, потому что долго не могла уснуть Ну, новое место, все дела у нас здесь каждый день будет новое место Потому что мы каждый день меняем отели Круто, конечно, что мы переезжаем из отеля в отель Потому что мы смотрим разные отели В этом есть какая-то изюминка Но, с другой стороны, это, конечно, тяжело Потому что надо собираться постоянно, выезжать туда-сюда Но круто то, что когда мы выезжаем из отеля с чемоданом Мы сразу едем на какую-то экскурсию Вот сегодня, например, как было Мы едем на нашем автобусе с чемоданом Там багажники И потом мы приезжаем в отель, оставляем там чемоданы, идем обедаем где-то в клевом месте. Потом у нас есть свободное время погулять, насладиться и дальше ужин. В общем, мне очень нравится эта поездка, потому что свободное время для блогера это очень важно, чтобы мы могли спокойно погулять, пофоткаться, посмотреть видосы, где мы хотим. Я очень счастлива, что я здесь с Кариной. Важное уточнение. Раньше были только пресс-туры, куда водили, собственно, прессу разных журналистов именно. И сейчас только начинают быть популярными блог-туры, которые мы почему-то все еще называем пресс-турами, но не суть к чему я. Просто бренды не все привыкли к тому, что блогеры постоянно по миллион часов на одной локации, потому что пресс, им не надо ничего фоткать, снимать, они просто посмотрели, пометочки себе в заметках сделали, насладились. Не все делают правильно, но меня радует, что многие делают правильно. Например, сейчас в тест-туре мы счастливы. Счастливы. Да, очень классно они сделали, и мне безумно нравится организация. Я могу сказать так, что очень рада, что компании, с которыми раньше мы не думали даже, что получится сотрудничать, куда-то выезжать, делать какие-то проекты, они сами к нам обращаются, приглашают. Это поездка у нас с таким смыслом, чтобы показать вам Коста-Браво. Потому что в Испании все всегда говорят про Барселону, Барселона, Барселона, хорош. Еще про Тенерифе говорят, еще говорят про Марбелью, по-моему. А вот про Коста-Браво я реально никогда не слышала, но я... Нет, я слышала, но я никогда даже не запарилась, не забывалась поехать туда, потому что не такое распиаренное место. Да, и мы приехали. И они хотят его распиарить. Мы приехали сюда для того, чтобы распиарить Коста-Браво. И это замечательно, что здесь очень круто, нам очень нравится. Здесь очень много всего, что можно поделать. Тот же гольф, классные экскурсии, архитектура, зелень. Все напоминает мне, все атмосфера. Смотрите, дай шанс проезжайте к нам в Коста-Браво. Очень красиво. Вот так вот сижу. И такая красота везде. То есть нет каких-то высоких дурацких зданий. То есть тут прям вот, ну, курорт. Но курорт такой, на котором не хочется просто валяться у моря, хочется гулять, ездить на какие-то экскурсии. Вот я раньше, когда была помладше, я любила просто приехать в Турцию, валяться около бассейна. И все. А сейчас мне хочется реально, куда я приезжаю, обязательно экскурсии, потому что такие красивые места показывают, на которые ты бы сам никогда не приехал. До Франции вообще рукой подать. Вот так вот. Вот так вот и Франция. Ты во Франции, брат. Еще мне нравится, что здесь много русскоязычного персонала и меню на русском есть. То есть действительно я страдала от того, что я не знаю, куда мне отправиться из родителей отдыхать. А вот в Испанию даже есть. Здесь очень много на русском. Пришли к месту, где снимали какой-то эпизод в Игре Престолов. Я не смотрела Игру Престолов, только первый сезон. Сейчас закидайте меня камнями, наверное, но... Представляете, вот на этом месте снимали. Вот. Есть еще? Да. Нет, не то. Представляете? С ума сойти. И вон та же дверь. Обалдеть, да? Так здорово. Ну что ж, наконец-таки мы приехали к дому, музею Сальвадора Дали. И вот он находится здесь, на уголке стоит, а там, за этим забором, его сад. И скоро мы туда пойдем, а сейчас мы здесь вот около причала. Очень красиво. Прикиньте, да, клево ему, наверное, там жилось. Сидишь такой на балкончике, ковыряешься в носу кисточкой. Сейчас мы туда пойдем и узнаем, каково это. Очень жду, когда мы туда зайдем, потому что это ужасно звучит. Но нам сказали, что там есть какой-то предмет фаллической формы. И типа, интересно, найдете ли вы его? И мне очень хочется его найти. Что же это может быть? И когда я его найду, я вам скажу. Но надеюсь, что мы все сообща будем его искать. И когда кто-то его найдет, я вам его покажу. Я не знаю, что это. Что там фаллической формы. Это ужасно. Это ужасно. Мы приехали посмотреть на дом художника гениального. А я говорю про фаллические формы, которые находятся у него дома. А еще мы ехали по серпантину. Меня немножко укачало, что для меня не свойственно. Потому что сегодня утром мне было плохо. И, видимо, это остатки моего плохого начала дня, скажем так. Ну, а сейчас вроде все нормально. Светит солнышко достаточно сильно. И у меня наверняка уже опять морщины на лбу, блин, вылезли. Ну-ка-ну-ка. Короче, ребят, приезжайте в Коста-Браво, здесь есть что заняться. Да, но Карине тут не очень нравится. А смотри, я просто человек искусства. Для меня еда это искусство. А я просто... Не то чтобы я фанат искусства, сижу там, картины разглядываю. Нет. Но сама атмосфера, то, что здесь жил, типа, художник, человек какой-то... Ну, мне это интересно. Вы нашли что-то интересное? Потому что мы ходим и думаем, ну, а сейчас... Это ты и так... Это Карина так думает. Кстати, я не рассказала, с нами тут ребята, Лиза и Виталик, да? Я просто всегда боюсь перепутать имена. У них канал своим ходом, они тревел-блогеры, очень классные. И у них практически, практически каждый день выходят влоги с разных путешествий. Мне кажется, это круто. Есть еще инстаграм, так что подпишитесь. Спасибо. Может быть, есть курт, но я уже хочу сказать, да, спасибо. Да. Там наши девчонки сидят. Можно просто ничего не делать. Ну, наверное. А вы вам вообще как тут? Просто так давно бы все видели. Ну, красиво. Да, вот Виталик говорит, вчера, когда мы играли в гольф, я очень сильно восхищалась. А для него это уже не такое восхищение, потому что вы играли, и уже столько всего видели. Я говорю, что я очень жарену твоими эмоциями, которые ты спрашиваешь. А я просто... В нашей стране это сильно рискованно. А, с ума сойти. На самом деле, после сотки начинается вообще сложно. Еще, у нас еще есть что посмотреть. У нас еще Южная Америка там впереди, еще есть, чем удивить. А что же вы будете делать потом, когда все объездите? А потом, когда все объездите? Потом, знаешь, что надо? Потом надо родить детей и с ними по второму кругу, чтобы время прошло, чтобы они подросли. Это же гениально. Я вот раньше думал, что нет, пока детей не нужно, нужно все объездить. Но вот сейчас мы все объездили, что-то уже не то. И мне кажется, когда будут дети, это будет какой-то новый глоток воздуха. Конечно, потому что они будут восхищаться, как я, и даже сильнее. И вас это будет тоже восхищать. Нас надо будет мотивировать. Да. Поможем путешествовать. Круто. Ну все. Вот и распланировали. Можете, кстати, у Сальвадора. Там говорят, у них спальня хорошая. Сальвадора. Можно было опустить вниз, и он мог сидеть и рисовать, вообще не париться. Еще чипсики бы. В общем, стало очень жарко. Прям очень. Мы пофоткались только что в этом яйце. Сейчас мы увидим самый интересный экспонат, и это свалку. Он систематизировал этот мусор, видите? Смотрите, какой вид красивый. Пришли в самое красивое место, как я считаю, здесь, потому что это такой сад. Все тут белое в цветочках. Дерево такое. Здорово. Очень красиво. Сейчас будем тут фотографироваться, потому что не зря я вообще туфли надела, потому что я знала, что мы будем вот в этом месте. Так, сейчас увидим бассейн. Вау, как тут хорошо. Ветерок дует. Красота, ребят. Вау, вот это бассейн. Это вот этот бассейн в форме чего-то? Правильно. Короче, вот что тут оказалось в этой фаллической форме. Бассейн. С ума сойти. Царичка, круто. А тут можно сидеть? Можно. О, папкой. Уезжаем от дома с Альбадор и Дали. Кушать, мне понравилось. Я еще зашла, магнитики купила. Мы принесли первую закушечку. Еды не буду. Смотрите, устрицы. Здесь тоже устрицы остаются. Слежки. С каким-то соусом специальным. С ума сойти. Но я пробовать не буду. Очередное блюдо, которое я не буду есть. Я сейчас просто сойду с ума. У нас в этом ресторане будет 8 блюд. Подача из 8 блюд. И каждое блюдо, которое приносит, это то, что я не люблю, не ем, либо боюсь есть. Мне уже хочется просто прийти и заказать что-то одно, а не 8 блюд, чуть-чуть пробовать. Просто поесть. Нет, есть смысл в том, что это прикольно для тех, кто любит. Вот, пробовать, не боится. А для меня, например, это все очень трагично, потому что я хочу срать. Плеси мои красные. Запускать. Новое блюдо, рыба на гриле. Сейчас будем пробовать. Ну что, ребята, мы покушали. Сразу скажу так, я не супер осталась довольна обедом, потому что было очень много всяких изысканных блюд, целых 8, которые, к сожалению, я практически ни одно не съела, кроме рыбы у нас была. высокая кухня, не нравится нам. Что-то попроще, можно, ну там, грудка с гречкой, ну, не знаю. Ну, вот что-то такое, легенькое, наш любимый. В общем, мы приехали в новый отель, и тут такой красивый номер, такой красивый отель, и такой вид шикарный, сейчас покажу. Давай, экскурсия проведем. Короче, будем мыться, очень неприятные условия. Там нормально, посмотри, не видно ничего. А вот это? Ну, голову нормально, брат, можно мыться и в зеркало смотреть. В общем, отель новый, очень красивый, я хочу здесь сделать много классных фоток. Ну-ка, кстати, мы с тобой, знаешь, где в таком жили? В Ницце был похожий стиль, то, что раковина вот здесь была. Раковина лучше. Ну, да, да. Ну-ка, туалет посмотрим с дверью, смотри, какая радость. Туалет. Неплохой. Мне нравится очень. Сейчас, подожди. Вот кровать, посмотри, как красиво. Это напоминает мне какую-то, знаешь, квартиру-студию, вот прям. Очень классно. Вот так. Слушайте, здорово. Я считаю, что это отлично. А сейчас вы увидите просто бомбу. Давай, брат. Это очень красивый балкон. С ума сяди. Уйди, уйди быстро. Вайми. Мама хотела здесь остаться. Я останусь. Не знаю, как ты хочешь. Боже, боже мой. Это просто вообще, да, жалко, что сейчас погода немножко испортилась, ветер. Но вау. Просто вау. Привет, вы блогеры. Мы тоже блогеры. Вообще. Блин, вау. Это мой фаворит среди трех пока. Вот это, да. Да. Вообще, вообще, фото надо делать. Девочки, это просто супер. Короче, надо переодеваться и фоткаться, пока не потемнело, чтобы завтра утром не сильно переживать, если вдруг что. Ребята, мы приехали на новую локацию. Номер я вам показала, очень классный, крутой. Вот такой у меня притесон. На сколько денег ты бы сейчас удавила от всего, что нас... Ну, типа, допустим, 100 тысяч рублей я тебе даю и ты удаляешь... 100 тысяч? Нет, ты что гонишь? 150. Да не, ну брать. Ну, совесть имей. Полмиллиона. Ну, полмиллиона... Полмиллиона... И ты удаляешь все, что ты наснимала и... и начинаешь блог заново. Ну, нет, за 200 тысяч, мне кажется, ты вполне могла. Не, ну не знаю, не, да что ты мне предлагаешь? Такой, такие классные контенты, которые я уже наснимала, 200 тысяч не стоят. Еще полмиллиона можно подумать, учитывая, что впереди у нас тоже веселые все штуки. без камеры, если... Нет, правда? То есть, вот на 200 тысяч удаляй, не проматирую карту. я тебе клянусь. Полмиллиона. 200 тысяч мало, полмиллиона, да. Поняли. Ну а что? Один хрен не смотрится, блин. Да, мы здесь путешествуем, добираем меньше, Вот это так обидно, вот реально. И тут мы будем гулять, и мне нравится, потому что, несмотря на то, что тут зелень, тут есть еще и коричневый, такой бежевый, серый, потому что зелень для нашего инстаграма не очень. Ребята, это пипец, это самый сильный ветер в моей жизни. У меня ресницы у меня во все стороны вылетели. Глаза просто в шоке, уже все в слезах. Какой костерчик воздействует. И чайком. Очень холодно, просто пипец. Дело там не в холоде, а в ветре я впервые, впервые меня сносит. Сейчас, сейчас нормально, местами бывает. Он должен быть не такой сильный внизу скотавляет. Из-за того, что горы такие сильно продувают типа сквозняк. У меня дома такое, когда я открываю два окна. У меня, знаешь, под дверью щель пус. Блин, но здесь красиво. Ура! Ура! Блин, это супер! Вы когда-нибудь видели такую жизнерадостную, Юля, Это когда только что у меня пипец, как сильно дул ветер, что я думаю, у меня сережки с ухом просто отлетят и ресницы в глаза внутрь уйдут. Ну, нормально потяжку сделаю, без плоты. Мне нравится, это очень красиво. Ну, правда, очень красиво, очень, но из-за того, что здесь такие скалы просто невероятные сквозняк, и мы просто вон отверстили. Это в жизни небо. Очень, очень, необычный. Сильный ветер. Хотя так красиво. Видно, что камеры не передают. Так тихо становится, когда ветра нет. В общем, мы уезжаем с этого невероятного места, на котором нас чуть не сдуло в прямом смысле. Представляете, нам гид рассказывает, что есть такая тема, что этот ветер людей сводит с ума, и они даже кончают жизнь самоубийством, и у Сальвадора Дали, типа его дед, покончил жизнь самоубийством из-за этого ветра. И поэтому Сальвадор всегда уезжал в Америку, там, не знаю, в какое точное время года, но, в общем, его этот ветер пугал сильно, поэтому, ну, я могу так сказать, ветер меня тоже напугал, но с жизнью я окончательно собираю. Это хорошая новость. Блин, круто, но серьезно. Очень, очень, сейчас еще в Ладне мы немножко уже отдохнули, наши ушки, но было больно прямо от того, какой сильный и холодный ветер. Причем, он не такой уж холодный, но со мной такой впервые. Ну, я никогда не встречала такой сильный ветер. Короче, ребята, это просто сойти с ума, потому что мы приехали на автобусе недалеко от отеля, там, ну, мы думали погулять по городу, пройтись к набережной, но здесь практически такой же ветер, как и там у тебя только что были. И, короче, мы решили, что мы пойдем в отель, потому что ветер реально сильный, и мы не знали, что он будет такой сильный. Это, конечно, обидно, но здесь тут такое местечко очень открытое, мы на горе практически, тут все в горах, везде сквозняки. С ума сойти, просто с ума сойти. Надеюсь, что завтра будет хорошая погода, завтра мы будем кататься, в общем, плавать по каналам, типа как такая Венеция, знаете, будет у нас завтра. И что-то еще у нас классное должно быть завтра, но я не помню, что. А за день до отлета мы будем летать на воздушном шаре, и я тут понимаю, что у нас особо таких теплых вещей-то и нет. он сказал, что нету hot water, потому что электричества нет. Когда заработают, привезут. Мне кажется, что и кафемашина тоже не работает, раз у них... Представляете, нет электричества у нас уже... Это не проблема отеля, я вам сказала, это виллаж, это деревня, проблема города. Круто! Это за сегодня уже второй отель, в котором нет электричества. А так, нет проблем вообще. Сегодня утром, в общем, мы хотели попить чай в номере, выпрямить волосы. Я сегодня хожу с волосами абсолютно... Ну, они у меня и так прямые в целом, но не идеально, вот так скажу. И мы не смогли ни выпрямить волосы, ни погладить. В общем, будем отдыхать, греться, заряжаться своим позитивом домашним. Интернета тоже, конечно же, вай-фая нет. Да? Ну, электричества же нет. Супер. В общем, пипец.